Долги за электроэнергию предприниматели начали расти два года назад, после того, как их попросили заменить на предприятиях счетчики и трансформаторы. По словам бизнесменов, энергетики тянули с опломбировкой приборов. В результате за два года Юрию Матвееву выставили счет с огромной суммой – более 6 миллионов рублей. Предположим, если в старые времена НКВД приговаривало к расстрелу, то это для меня расстрел. 6 миллионов – это значит полжизни мне надо накопить. Несколько дней назад энергетики сделали перерасчет. В новой квитанции сумма долга значительно уменьшилась не только у Юрия Матвеева, но еще и у пяти предпринимателей. Прежним долг остался только у одной компании. Собственники металлообрабатывающего предприятия Судельского района должны заплатить за электроэнергию больше 11 миллионов рублей. С таким решением они не согласны. У нас в акте все равно было выписано, что погрешность счетчика, что отсутствует госпломб, вывернутый винт. Кто это сделал? Я не знаю. В плане того, что у нас все было хорошо. У нас было всегда все хорошо. Во всех проверках. К нам приходили, проверяли, нас смотрели. Мы изначально говорим, что это не мы сделали. Мы никакого вмешательства в работу счетчика не производили. Предприниматели сдаваться не намерены. Они считают, что перерасчет был проведен с нарушениями. Я подключила силовые структуры, потому что у меня очень большое сомнение о том, как провели они свое внутреннее расследование по отношению нас. Когда были принесены все документы с нашей стороны. Люди просто отказываются от своих тут же слов. У них есть намерение получить эти деньги? Они их придерживаются. В компании Владимир Энерго подчеркивают, все проверки проводились в строгом соответствии с законом. Если клиенты с результатами не согласны, то они могут обратиться в суд. Был сделан дополнительный анализ всех предоставленных документов. Соответственно, акты были пересмотрены. Что касается фирмы из Богослова, то действительно там был выявлен факт вмешательства в работе приборов учета, факт нарушения пломбы госпроверителя, погрешности в работе прибора учета. Теперь, видимо, будем как-то решать этот вопрос в предусмотренном законодательственном порядке. Собственники готовы отстаивать свою позицию в суде. Предприниматели говорят, что у них есть доказательства, которые помогут значительно уменьшить их долг за электроэнергию. Константин Миронов, Егор Герасимов, Губерния 33. Константин Миронов, Егор Герасимов, 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 Герасимов. Константин Миронов, Егор Герасимов, Герасимов.